Да, от Москвы на поезде до Ростова. Вы сами доехали до неё или встретила она вас? Ну как встретила? Я-то на машине доехал, когда был. Я на машине доехал. А, с кем-то вы были? В Шахте. Были брата Цаяна и его сын на машине. Поехали мы туда. А, вон как. А она где, получается, живёт? В Ростове сам? В Ростове. Или с краю где-то Ростова? Нет. Ну как, вот предели с краю или сколько. Мы по Ростову только ехали, наверное, около часа. Там крутили. Ну как в Новосибирске, да, получается? Ну то там город-то здоровенный. Ну, понятно. Ну, наверное, на край там. Потому что все идём в переулок, допустим, там, артиллерийский. Ага. Как у нас тоже такие. Бастево, бастионный. Кинематографическое. Гранатовый там. Да-да-да-да-да. Там как бы военный городок раньше был там. Ну, понятно. Ну, сейчас подостроили дома, а названия остались такие. У нас футбольные, микронные, танковые. Вот она живёт на бастионном, бастионном, бастионном. Бастион. Она как-то сработник. Она за пенсионерами ухаживает и живёт там, в их доме. У неё там нижний этаж полностью под ней, там, не знаю, сколько-то комнат, там, два туалета. Это всё её там вот там. Ну, дом-то большой. Строила сама генеральщина, рассказывала, как она строила. Говорит, я, говорит, всё сама строила. Он-то, говорит, какой-то в одном месте где-то на небо его есть, а на других там это. Это я, говорит, всё. Люди, какие есть. Дело вот так, говорит. Да. И без них никак тоже оказывалось. Ну, его сейчас Никиту, он встретил, он побыл где-нибудь тоже. Где-то, Игнатьев, я показывал. А, прям Никита там был? Да. Ух ты. Ну, я позвонил, что, можешь, прям, да, примем. Мы его встретили. А куда он приходит в два часа ночи поезд? То есть, они встретили там на машине, я, наверное, и такси, не знаю-то. Я, говорю, ночевал, и Геоман весь день, только он вечером уже уехал от них, говорит. Всё, я не знаю, как он добрался. Да, дай бог, слава богу, наверное. Там, не знаю, я вчера показывал, он, генерал, он за столом сидят они, вот, обедают там. Генерал такой, чувственный мужчина, он позвонил мне. Он общительный такой, он, я могу, со мной там разговариваться, вопросы задаёт. Мы теперь бы успокоились, мы думали, что она не попала в какую-нибудь секту, где ворота. Ну, как и дочери. Да, сейчас, ну, она 12 лет там с ними уже, 12 лет. Ну, понятно, что там. Ну, поехали, мы, думаю, всё, так мы переживали, думаю, останется, там её замуж выдать из-за кого-нибудь там. Я говорю, у нас так нет, если вы замуж выдавать, я бы обязательно, где была, с кем, после я бы завёл справку, к вам бы позвонил, у вас спросил, как это. Да. Ну, ладно, всё, успокоились. Молимся, братья. Так, молимся, молимся, давай, молимся. Царю небесную, утешителью души истины, и повезти, и вся исполняя. Сокровище благих и жизнеподателю. Приди всевесенны, и очистены от всяких скверны, и спаси блажей души нашу. Благослови, Господи, будь милостей, даром, Господи, разумения и мудрости в слове Твоем. Тебе слава и благодарения, в честь и поклонения Отцу, Сыну и Святому Духу, и при всяких веках. Аминь. Братья, мы продолжаем занятия. С нами батюшка. Так что, если что, будут вопросы к батюшке, обращайтесь. Так, занятия у нас продолжаются по Евангелию, Евангелие от Иоанна. Одиннадцатая глава, с семнадцатого по двадцатый стих. То есть, мы говорим о Лазаре, который оказался умершим. Думали, что он спит. Как они говорят? Лазарь, друг наш, уснул. Но я иду разбудить его. А ученики, Господи, если он уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его. Вот так. А они думали. Ну, в общем, мало ли, что мы думаем. И продолжаем. Иисус пришел, нашел, что он уже четыре дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати. И многие из Иудеи пришли к Марфе и Марии утешить их в печали о брате их. Марфа, услышавши, что идет Иисус, Иисус пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Толкование коротенькое, коротенькое. А потом немножко остановимся. Господь намеренно промедлил, чтобы Лазарь, говорю, исполнилось четыре дня. То есть, телу Лазаря исполнилось четыре дня в огробе. Потом пошел, чтобы чудо сделать со всех сторон свободным от клеветы. Так, ну вот это вообще странно. Потом пошел, чтобы чудо сделать со всех сторон свободным от клеветы. То есть, постисти. Ну, слово клевета, какое здесь, кто может объяснить? Какое клевета, еще что-то может быть? Ну, тут не клевета, тут, по-моему, то, чтобы закончить фразу такую, он сказал, что-то не клевета. Клевета, значит, кто-то хочет клевеще, а он что будет? Ну, да, слово клевета, оно широкое значение имеет, это слово, вот в чем дело. И что имеет в виду Господь, я хотел, чтобы кто-то пояснил. Ну, просто взял, от себя рассказал, как он понимает, что должно было бы случиться, если бы Христос пришел раньше, а не через четыре дня. Ну, сказать бы, что он не умирал, а просто прикинулся там умершим. Попросили его. Чтобы явно, чтобы от него запах уже шел, чтобы все видели это. И поэтому, мы как его называем еще, Лазаря? Стернет. О, а что так тихо-то? Ну, Лен, ну, тут уже как выйдет. Очень хорошо. Я могу сидеть и говорить все то, что вы говорите, но это неинтересно всем. Мои знания неинтересны. Всем уже неинтересны мои знания. Потому что это понятно. Еще и как интересно. Ты что говоришь? Да неинтересно. Это вы не знаете просто. Ну, может, не надо. Вот, я бы хотел вас послушать. Вот, сколько вселенских соборов, какие годы, что каждый собор, почему он собирался и так далее. А я бы послушал. Очень мне хорошо было бы. Какими устами, каким языком разговаривали. Семь-семь собора. Правильно, семь-семь. Сегодня память седьмого вселенского собора. Сегодня память. Да, который состоялся в каком году, как от Зумов? Хором должны прям. Семь-семь. Семь-семь. Брат Михаил, благодарю. Брат Михаил сегодня активен. Его приподняли, приподняла трапеза наша братская. Молодец, брат. Да, я редко ем котлеты вообще. Прям взбодрился, брат. Правильно, семь-сот восемьдесят седьмой. А чем странность заключается? В чем странность этого седьмого вселенского собора? Это мы так переходим плавно. Лазарь четырнодневный, а соборов семь. Тоже о цифрах разговор идет. Библейская. И тем более сегодня память седьмого вселенского собора. Немножко-то можно напомнить? Какая странность в этой цифре семьсот восемьдесят семь. Вот что случилось у нас в этом, вот в это время, когда состоялся собор? Почему он вообще состоялся? В чем? Что там было? Что главное, что было? Обсуждение. Какого вопроса? Все это знают. Вот посмотрите на наши творения художников. И? Икона почитания. Икона почитания. Казалось бы, что такого? А вы знаете, вот изображение очень сильно влияет. Очень сильно. Вот когда я сейчас там вот нахожусь у себя там в уголку, у меня не было там иконы одной. Да, вот и он шанхайский не так на меня действует. А я вот поставил Николу Чудотворца, и что-нибудь там раз такое там что-то расслабляю, раз Никола Чудотворец рядом. И у меня прям вот так вот, как в голове вспыхивает, так, Никола Чудотворец. И вот его жизнь, биография, ну, Жития Святых. Я такой думаю, ба, он Никола рядом. Вот это я поставил себе. А сейчас убери. Нету мужественности, значит, боишься что-то ты. Хочешь расслабленным быть на службе? Давай, трудись. Никола Чудотворец трудился. Иконы, иконы. Вот вчера занятия у детей проводил. И дал им задание на тему, которую мы провели, это сотворение мира, чтобы они что-то такое свое сотворили. На бумаге, пластилином. Или там рассказали, даже просто могут рассказать. Я говорю, хоть вот. Вот, и они, ну, там, шесть рисунков предоставили, ну, там, это, пять рисунков и лепное, там, значит, что, древо познания добра и зла, древо жизни. И даже плод решили сделать. Какой плод они видят его? Плод похож на ежевику у них. Ну, может быть, что-то в этом есть. Почему? Я показал перед этим фильм «Сотворение мира» 1993 года. Снимают европейские, тогда еще, европейские верующие. Ну, типа католики, видно, что не протестанты. И они снимают. И когда вот там Адам с Евой, и вот нарушение этого обета, данного Богу от Евы, и показывают вот такой плод, ну, такой большенький, знаете, как этот, как ежевика, только побольше, ну, как смоковница вот такая, что-то, смаква, да, вот такая. Ну, она такая, как хранитка крупная у нас. И она такого сиреневого цвета. И она висит на таком древе, а оно древо это, такое все, знаете, не зеленое, в общем. Колючки там и так далее. И она руку вот так протягивает. Змею показывают на ветке. А Ева вот так руку тянет к плоду, и ее рука, вот воображение какое у художника этого кинематера, ее рука как змея, понимаете, получается. И она вот так вот между этих колючек вот так тянется. Ну, не может этого быть. Рука раз, протянулась, и все. А так вот, ну, посмотрите сами. И вот так вот она тянется между веточек, между колючек. Вот так эта рука вот, да когда она притянется, то уже где там? И раз, и плод срывает. Воображение какое. И с детям задаю вопрос. Что это? Для чего? Они отвечают, понимаете. Для того, это Господь ограждает нас таким образом, понимаете. ограждает, как бы показал, что Господь не просто так, да, не прикасайся даже. Ну, Адам сказал, не прикасайся. А Бог ему не сказал, не прикасайся. Поэтому, поэтому. И вот они это творение свое показывают, и там вот солнце, луна, и мы смотрим. Я говорю, нужно обязательно писать, какое место писания и что это, чтобы вы запомнили. Там подводные камни есть, и этот Миша Юров, он сразу на это наткнулся. Я говорю, кто может подряд перечислить все шесть деятворений? Он, я. Ну, давай. И он сразу, сначала сотворил Бог светило, говорит. Я говорю, это подводный камень. Он, а, свет. Я говорю, правильно. У нас как учат детей? Солнце, свет, это солнце. А Бог сотворил свет. А тьма, она сама по себе, тьма, это отсутствие света. Поэтому Господь тьму, как таковую не творил, она появилась сама. Где свет, там, если закрыться от света, будет тьма. И он, я, правильно, подводные камушки здесь есть. И такие подводные камушки несколько здесь, когда вы будете перечислять. Следующий, какой подводный камушек? А когда солнце сотворил? В четвертый день сотворил. А растение, когда сотворил? В пятый? А подводный камень? Ну, солнце должно светить на растения, правильно, они должны расти? Нет. В третий? Вот почему. У Господа вот так все странно. Свет светит божественный, чтобы мы не поклонялись ни солнцу, ни звездам, ни земле, ни небу не поклонялись, а понимали, а свету, а как свету поклоняться? Что такое свету? Как ты будешь свету поклоняться? Во-первых, ты его не понимаешь, теперь свет от солнца идет. Божественный свет, не вечерний называется свет. Свет, помните, когда мы поем, батюшка молится, свет, в свете тихие святые славы. То есть этот свет, это божественный свет, это как бы Господь творит свет, это все святые говорят, что идет разговор о небесах небес, о небе, о третьем небе идет разговор. То есть о божественном царстве небесном. И оттуда всего лишь небольшая, там может быть, какая-то частичка этого света, она освещала, осветила то, что требуется человеку. Вот, о чем я начал уже, сам забыл. О Лазаре. О Лазаре, да, о Лазаре мы говорим. Мы не говорим не о Лазаре, а о Вселенских соборах. Я говорю про иконы. И вот теперь, представляете, это дети сами нарисовали что-то так дрожащей рукой, но у них свое воображение. Вот этот Андрей Ганич, да, как-то фамилия, он нарисовал странное очень, сразу все. У него ночь, день, солнце, луна, звезды, облака, все в одной кошелке. Я говорю, воображение у тебя просто беспредельно богатое. Или совсем нет воображения, просто взял, но распределено все у него, не просто так же. Тут солнце, тут луна, а луна странная. Луна нарисована не круглая, а такая немножко, как камень, и с этими, с кратерами. Я говорю, у тебя луна больше на метеорит похожа. Но вообще интересное воображение, то есть он где-то еще какие-то фильмы смотрел, видать. И ему вот это понравилось, как вот метеорит летит к земле, показывает обычно бабах, динозавры все блю-дум, разлетелись. Вот такое. А луна-то она не такая, она как бы такая кругленькая. Но он здесь воображение включил тоже. И это все для запоминания очень хорошо. И ты потом этот свой рисунок, может, вспомнишь, когда придет время. По нему запомнить можно. То есть не просто так творят они, а для того, чтобы запоминалось и любилось то, что мы видим. Почему? Придет сейчас вот время, они придут в школу, и их будут заставлять по-другому мыслить. Солнце – это свет. Солнце светит на растения, и они растут. Без солнца растений нет. Все, вся концепция, которую мы шестидневную проходили, все рухнуло. А еще там есть подводные камни. Пятый и шестой день. Два дня творения на животных. Зачем, Господи, непонятно. Почему птицы и рыбы, они должны в другой день, когда тут животные, тигры, львы, слоны, носороги. А там рыбы, птицы и какие-то присмыкающиеся. Причем интересно, если мы смотрим шестой день, там гады и присмыкающиеся опять. Господи, тебе что, присмыкающихся мало было? За один день ты уже сотворил их, как бы. Церковно-славянский язык переводит нам не присмыкающиеся, а большие змиоевы. Кто это такие? Змеи. Не змеи, а змиоевы какие-то. Вот такая вот. Похожая. Похожая. А перевод на русский язык идет там, ну такой, это, присмыкающиеся. Но когда переводят там святые мжи, это толкуют нам. Или полкование, или комментарий какой-то. То говорят, что это большие звери. Большие звери. Не просто звери, а крупные какие-то еще. Понимаете? А Левиафан что ли? Левиафан, да. И Господь говорит, я сохранил, сохранил Левиафана и Бегемота. А что он их сохранил? А когда сохранил? Где? Когда он их хранил? Это Ветхий Завет, книга Ездры 3, говорит нам об этом. Поэтому, и я теперь скажу странность большую. Я беру иконы, я не показал просто детям. Ну некогда прям вообще, там же надо все смотреть. И беседовать с ними надо, и вытаскивать картинки. Пока еще, ну я думаю потом этот фактифский, может быть, удастся этот у меня. Кто-то бы хоть помогал даже. И получается, вот иконы есть, и на иконах изображения. Рыбы, звери, все в одном, в одном. Там шар такой, там Господь стоит над ним, вот так, с таким циркулем мерит. На земной шаре там рыбы, животные на земном шаре. И так все неказистенько нарисовано. Ну как по-детски, вот такой. Это икона 14-15 века. Православная икона, нарисовал кто-то. И больше ничего не было, никакого воображения. Фильмов не было, спектаклей не было. Что еще не было? Творческих выставок не было. Живописцев, передвижников не было. Никого не было, одни иконы, понимаете? А собор состоялся в конце 8 века. А эти иконы через 300 лет, оказывается, всего нарисованы. То есть, если бы не было этих икон, и ты некуда тебе посмотреть, вспомнить, воображения никакого нету. Мусульман возьмите. Никакого воображения. Вообще ничего. Невозможно разговаривать. Вот голову отрезать за то, что ты там что-то нарисовал. А любят они изображения? Некоторые очень любят они. У них танцы живота, девушки стоят. Это воображение какое, скажите. Вы бы лучше из-за этих девушек с голыми пузами, да и грудь не очень прикрыта, это мусульмане, танцуют вживую прям перед ними. Вы бы лучше икон понарисовали побольше, благочестивых людей, своих там. Хоть бы этого Мухаммеда узнать, как он выглядит. Интересно? Мне бы интересно было, к примеру. Там других там сотоварищей его, соплеменников, каких-то там эти гаремы там их. Девушки танцуют, это же рай. Они почти в районе. Ты представляешь, описание рая у них, если бы они это все изобразили еще творчески. Да, о чем и речь идет, поэтому, может, они изобразили. И теперь, поглядите, получается, а почему эти иконоборчества пошло? Потому что как раз мусульманские племена вышли из Аравии и начали захватывать другие страны. Но у них что, подкупало то, что они были единобожники, у них были вот эти имена, которые библейские, очень подкупало это, очень сильно-сильно. И они говорили сами, что вот вы изображение рисуете и крест. Вот это нам мешает. А так бы мы с вами дружили, а они очень сильны были. Очень свирепы и сильны. Но потом какие-то беседы вели. Даже перед этим они вели беседы. Кто может посмотреть фильм? Сагдиана называется она. Сагдиана – это сегодняшний Узбекистан, Таджикистан. Как мусульмане захватывали... Это наш фильм узбекский. Это, да, было в те времена, 9 век. И они туда пришли и захватили там эти войска. Ну, окружили их, а убивать не стали. Сдаете, сдаемся. Но у нас как сдались, и там рабы, и так далее. А мусульмане не так поступали. Они выстраивали военачальников под холмом. А на холме остальные все стояли на коленях. И около них ров выкапывался. Небольшой. Ровик там полметровый, вот так. И за каждым из них стоит воин с мечом. И первых спрашивают начальников их. Ну, главнокомандующих там, отрядами командующих. Ты будешь Аллаху поклоняться? Скажи три раза Аллах Велик, там, Аллах Акбар, там, Аллах Акбар. И все, и ты наш. И, ну, эти вот, ну, кто-то дрогнул, а кто-то до конца был. Они язычники были, зараатристы. Знаете, это огнепоклонники. Вот эти сегодняшние узбеки, таджики. Почему у них вера не такая активная, как у горских народов Кавказа? Мусульманских. И показывают, раз, голову ему. Голова в ров, бац, и туда он падает вот так, и кровь с него стекает туда. То есть, видите, какие-то благочестивые, чтобы кровь. И кровь потекла, потекла куда-то, и там в яму, или куда там, в ущелье стекла. И вот так вот. И отец смотрит уже по отрядам-то. Ага, мой начальник, я тоже соглашусь. А другие нет, и показывают. Падают там, а кто-то стоит, и Аллах. Вот такой был захват. Понимаете, как ты жила? Какие ты картины смотришь? А? Какие ты картины смотришь? Я давно ее видел. Она 82-го года, что ли. Я тогда не понимал этого. А теперь понимаю. Это все иконопочитание. А в чем странность, я вам скажу, все вы не скажете. Ирина, святая. Когда ее муж умер, она собрала, ну, там иконопочитатели были тайные, мужи веры. И они ее просили, чтобы она собрала собор. И она согласилась. И там сколько, через 7 лет, что ли, как ее муж умер. Она собрала собор, сын ее подрастал, чтобы показать благочестивую веру. Собрали этот собор и провозгласили иконопочитание. 787 год. И это иконопочитание продержалось, пока ее сын не подрос. И там произошел опять переворот у них. И приходит, пришел другой император, который опять не любил иконы. И поэтому все, начинай, песня хороша, начинай сначала. И опять, вот от торжества православия перешли к иконе ненавистничества. И опять эти иконы, уже только если раньше их поднимали, теперь их начали крушить иконы. И только в 800, 800, это 787 собор состоялся. И ура, победили. Торжество православия. Ничего подобного. До 850-х годов все не было иконопочитания. И только Феодора, царица, уже провозгласила опять иконопочитание. Вот в чем странность. То есть этот собор, он не очень... Ну, провозгласил, да, не до конца получилось. То есть мужчины не могли отставить, да? Да. Их женщины отстояли, да, две императрицы, как ни странно. И той муж заповедал, я умру, чтобы никаких икон не было. И она ему клятву дала там перед всем там сановниками, все. И через три года ее уговаривали, уговаривали. И наконец уговорили, что это же ты какую-то лжеклятву уже. Это так, кто же так клянется-то и она, ну точно. И уговорили женщину. Ну, все-таки женщины, видите, как влияют на нас сильно. На нашу с вами веру. И мы сейчас смотрим на иконы. Вот видите, еще кто-то икону написал, батюшка осветил. Вот эта икона, это Елизавета, что ли? Елизавета, да? Да, да, да. Ну, вот видите, какая она оказывается. Крест правильный, видите, какой правильный крест-то. А то сейчас витеватый, вот такой, с вензелями. Накрутят, накрутят, как мусульманская какая-то вязь. Зачем? Христу ничего заполнять не надо. Ну, помните, что написано в книге сей, да? Кто наполнит, кто недоскажет или там перескажет тому. Добавит или убавит. Добавит или убавит, да. Мы же в молитвах это говорим. А это явно прям, ну. Креста никто не видел. Ну, как не видели? Ну, что, Лукави, это воздвижение креста, Господний праздник. Крест? Крест? Крест, все. Ни вензелей не было, ничего. А почему? Вот фильм этот я предлагаю посмотреть. Его просто, брат, мы с тобой смотрели, помнишь? Да, вот. И, этот, и воскрешение. Воскресший. Воскресший. А еще этот, как, второе это слово. Восставший. Восставший. Восставший и в скобках воскреший. Когда, помнишь, крест вот такой, он там, бабах его, и там, отрывают его, и потом несут, выбросили, там, трупы эти, засыпают известью, и уже, ху, ну, когда это сегодня прекратится? Что-то сегодня наши, ну, прям, это, как с цепи сорвались. Ну, уже, что, ну, когда у нас смена-то уже заканчивается? То есть, работа простая была, работа. Мы-то, видите, как творчество, нас иконы, внутренне мы поднимаемся до небес. Это все такое святое для нас. А там показано бытовое все для тех людей, которые не принимают, не принимают веру, они просто язычники, они живут своей жизнью. И вот это, и когда этот начальник, который прям вот видит, подошел ко кресту, а Христу как раз, вот так раз и воткнул этот, лонгин-то, и прям брызнуло так, и он такой, раз, ну, так, брезгливо отмахнулся от крови. И подошел такой, и Христос как раз духи спустил, и он подошел, смотрит ему в лицо, ну, и там мертвый человек, понятно, и он так раз посмотрел. Ну, а такой внимательный, ну, все-таки он притр, там, он командующий гарнизоном Иерусалима. Ну, и потом, когда они там облаву делают на христиан, чтобы найти, кто украл-то тело, это уже на третий день получилось. Там Фомажи, потому что был как раз, и он в одну из комнат забегает, а там Христос сидит, и ученики вокруг. И они так радостные такие, разговаривают, и Христос улыбается так, протягивает руки к ним, и он забегает с мечом с этим такой, и смотрит, и раз, и Христа, и как он мертвого его видел, и сейчас, ну, и там сам Господь, видать, ему это, ну, такое прям трогательное, у меня слезы брызнули, прям, неожиданно так все. И он так останавливается, и понимает, что все, и как-то картина вся меняется, и все заполняет собой воскрешение Христово, все. И ты на другом уже уровне, как-то все это бытовуха уходит, тебе надо стать другим. И вот он показывает, как он становится другим. Возможно такое, да, возможно, было Лонген, несколько с ним других воинов, кто эти были воины, может быть, было так, может, не так, но мы знаем, что на кого-то это именно так подействовало. Подействовало, ну, и на нас с вами, на некоторых подействовало сильно, может быть, так же, даже те же, еще больше чувств было. То есть, поэтому икона, почитание, это очень важное, очень важное было период становления евангельской веры православной. И вот Россия, как никто, переняла это, и помните, Андрей Рублев, Троица, и почему? Почему именно так вот прославляется труд вот этого простого художника? Ну, я не думаю, что он какой-то неожиданный, тоже писал вот так, ну, простенько писал-то, что там говорить? Явление Христа народу. Нет, это Иванов, это уже, понятно, период, это, а когда жил Андрей Рублев-то? Андрей Рублев-то когда жил? В какие года? Монгольская ига была тогда, как раз. Это конец 14 века, он писал, тысячи, это Куликовская битва была, нет еще, я даже не знаю, нет, наверное, еще перед Куликовской битвой. Еще ничего не понятно было. И он пишет Троица, и вдруг изображает, Бога нельзя изобразить. Вот у нас как, показывает, седой такой, дедушка сидит, его так изображать нельзя, Бога. Да, он ветхие днями. Но Господь показывался Моисею со спины, показался, написано. Ты, говорит, пройдешь и увидишь только меня сзади уже, все. А Даниил, если видел ветхого днями, то там, вообще там описание такое идет, колеса в колесах, в каждых колесах глаза, вот так вот. Что это такое, сияние какое-то. Четыре существа, одну как человеческое, львиное, орлиное, и бычье, и тельца. Идут каждый куда хочет, в разные стороны. Иконы, шум какой-то, постоянно мелькание этих глаз, вот ободы. А где ветхие днями? Ну, сказал только, и все, больше ничего не понятно. Где там, что? Это как трон, все как алмаз, подножье. Я пытался воображением нарисовать. И я видел иконы, которые пытались это нарисовать. Но это так, знаете, это тяжело, это нарисовать. Поэтому проще рисует всевидящее око и просто глаз Господень. Это надо было Данилу рисовать, самому это видеть. Да, если бы кто-то сам его видел. Он бы икону бросил. Вот и Иоанн Богослов тоже, наш сегодняшний ангелист, который мы проходим. Ему бы тоже нарисовать этих скорпионов, которые лица женские, медные волосы, медного цвета. Зубы, как у льва, в волосах, как скорпионы, и выбрасывают огонь. Вот такое. И вот мне вертолет напоминает вот сейчас. Видели вот эти кассетные боеприпасы? Их там 70 ракет с каждой стороны. И они как вылетят вот это все. А кабина пилота стеклянная, и там сидит человек, вот этот летчик. И он в такой вот маске, и у него такие тут провода всякие идут. И я так посмотрел, когда вот в очередной раз, я думаю, очень сильно напоминает вот что-то такое. И вот эти лопасти крутятся, сияние, все вот это непонятно. Вот если Господь мельком показал ему все это, или танк, который стреляет, и от него что-то сыпется вечно. Заметили? Вот показывают стрельбу из танка, он весь какими-то тряпочками покрыт. И он когда стреляет, от него пыль, как от Жекичана, когда он кого-то там бьет, мукой специально посыпается, чтобы кадр был интересный. Вы, может быть, видели, как он снимает? Мне интересно было. И когда бьет, то пш, мука в разные стороны, и такое, как будто он как дал там. И вот это то же самое. А эти ракетные комплексы, ну, не объяснить. На колесах что-то, или вот вообще, если оно так, гусеницы все закрыты. Тяжело. Надо быть художником, с воображением, и... Но Господь этого не дал. Почему? Даниилу сказал, вот этому, Ездри сказал Господь, вот тебе 90 книг, но 70 из них утаи. А 20 только запиши. Все. Потому что эти 70, они для людей не полезны. Вот мы мало чего теперь понимаем. Но, слава тебе, Господи, остались еще иконы. И я часто иконами пользуюсь, вот когда занятия веду. Я просматриваю иконы по тематике. Очень интересные иконы. Допустим, древо жизни. Мне интересно было, как дети нарисуют. Я им потом покажу еще, как древо жизни представляют иконописцы. Это Христос и апостолы. Христос и пророки. С одной стороны есть апостолы, просто есть... А есть с одной стороны пророки, а с другой апостолы. То есть побольше уже, получается, по 12 с каждой стороны. Вот как привык. Как вот ребятишки так привык. Ну, они уже в новом завете уже светили. Да, это ново завет, конечно. А я им рассказываю о страхе Божьем, спрашиваю страх Божий. Они не понимают. Я говорю, смотрите, страх Божий есть ветхозаветный. Показываю Моисей со скрижалями и грохочущей гора Синай. Там лавы и так далее. А вот страх Божий наш. И там Господь называется Яра и Око. Господь вот с такими глазищами. Вот так. Помните Спаснеру Которной? Да. И вот такой... В одну точку. Да, в одну точку. И Инакий Тихонович говорит, очень, говорит, это страшно было. Когда там у дедуши, у дяди у него шоке, вот там, они с батюшкой приходили. И там вот это-то было. А кто-то еще описывает, где-то у Шмелева, по-моему, как дедушка молился. И вот именно шторкой закрывал, когда что-то надо было там поругать кого-то. Он шторкой закрывал, чтобы не Господь не смотрел. Ну, фильм-то «Расколы» то же самое. Когда царь и царевны там ложились, а был постный день. Он подошел, иконку раз закрыл. Я говорит, милости не подам потом. Это вот страх Божий Нового Завета. Да, страх был. Иконку задержал. Я говорю, вы никого не боитесь, правильно? И потом там один. Я никого не боюсь, мальчонка. Кроме Господа. Я говорю, хорошо, а как ты его боишься? А я не знаю. Я говорю, тебя так родители научили? Ага. Ну, понятно. Ну, хоть так это правильно. А другой? Ну, а кто правду скажет? Я скажу, я никого не боюсь. Никого не боюсь. Я говорю, вот это правильно. А этот Борис Шацкий, он такой немножко флегматичный. Ну, понятно, почему. Может быть, отойдет. И он такой, а я, ну, говори-ка, а я собак боюсь. Вот это хорошо. А Христа не боюсь. Думаю, дядь Сережи не было. Но я и сам могу о любви к собакам рассказать. О любви собак к нам. Это кошмар какой-то. У меня сейчас щенок этот. Ох. Безмен же. Ну, выросла как кобелина такая. Уже выросла? Вымахала за год больше матери. Мы ее называли Мермеладовна. Она такая маленькая была, пухлик такой, такая хорошенькая. Но как бы, увы, с таким пастью. И все кусать надо, все драть. И лизаться, лизаться, все вылежит. Причем не дашь лизать, она прям, вау, на тебя. И зубами вот так показывают, зубы тебе. И лапа ему так бьет. Дай мне полизать тебя. Да. Дай полюбить. Я думаю, вот так бы дети были. Вот прям вот. Они сердечком не лезут в камеру. Вот так сердечком. Я говорю, вы мне сердечко показываете? Любите меня? Ну, я вас тоже люблю. Все хорошо. Давайте только занятия проводить. Собрание наше. Непонятно. Их тоже отталкивать-то нельзя. С чего они хотят дети? Дети же они своеобразные мирные. Да. Дети вот сейчас как-то стали открываться. Потом делали, что хотели. Да. Игнат Тихонович пришел, и они все здесь. Вот. Поэтому мы вспомнили о Седьмом Вселенском Соборе. О странностях некоторых. Кому будет интересно, обязательно почитайте. А вообще не интересно, обязательно почитайте. О Седьмом Вселенском Соборе. И напомним еще здесь. Вифания находится в 15 стадиях. Стадия это сколько? Стадия сколько? Стадия. Почему стадия? Стадия это чье измерение? Римское. Римское, правильно. Греческое, римское измерение. Оно отличалось от еврейского. Отличалось. Захвачены уже. Евреи захвачены полностью. Государство уже все в подчинении Рима. И мы видим, что это Иоанн пишет Евангелие через 25-30 лет. Это еще до того, как был разрушен. И даже до того, как восстание было. То есть где-то 60-й год по Рождеству Христову. 60-й год мы видим. И захвачено полностью все. И уже все. Даже меры уже римские идут. И деньги там считают кадранты. Тоже на римский манер. И одна стадия. Это у нас сколько одна стадия? Не помните? Я не знаю. У меня 195 метров. Ну 200 метров берем. 15 на 200 умножаем. Сколько получается метров? 3 тысячи. 2 с половиной. Нет? 3, да? Точно? Правильно. Считали. Молодцы. Я вас проверил. Будем считать. Что-то пролетело. Правильно. 3 тысячи метров. Ну 3 километра. Правильно? 3 километра. Всего 3 километра находится. Почему так важно? Почему так говорится? Если в субботний день идти, то это подходит под субботний день пути. Один день пути у них можно было пройти около 3000 метров. Возможно, что в Вифании субботний день пути измерили. Не знаю почему. Ну так вот. Там может быть какие-то продукты. Потому что Иерусалим это город. Там нету огородчиков. Ну поняли, как в деревне живут. А в Вифании это такой поселок. И там были огородчики. У них поля были. И поэтому там можно было потом закупиться. Ну может еще по каким-то причинам. Вот мне можно я спрошу. Вот сейчас началось все вот это вот. Все началось это как-то неожиданно. И такое время какое-то. И не хватает священников, которые бы благоветствовали правильно. Выступили что-то. Он говорит, ты что сегодня говорил священнику друг к другу? И ты сказал что-нибудь. Он говорит, ну ты иди, иди сам скажи. А он говорит, да как я надоела мне одно и то же говорить. Он говорит, как тебе надоело-то? Мы должны их учить, учить, учить. Мы должны не отходить. Он говорит, ну ты может сходишь. Он говорит, так я в прошлый раз ходила, ты сейчас иди. Вы понимаете, как священники бросаются, вот люди-то стоят слушать, но они не слышат это, которое вот там вот. Да они, во-первых, рассказывают не от души, не от сердца, без интереса. Я слышал, слушаю Спас, там мне выходят. Вот патриарх, он чем отличается? Патриарх, он так самозабвенно рассказывает, у него главное еще дикция хорошая. Да, он вообще. И он так любит эти мирские слова и так не любит цитировать Слово Божие вообще. Вот он пытается Слово Божие рассказать своими словами. Зачем он так трудится? Сказал Слово Божие, как Игнатихно сделает, а потом вокруг него уже начинает строить ограду какую-то. Конечно. И все время к этому Слову отходи, все время к нему, а от него можно еще на другие книги Священного Писания отойти. И у тебя получается уже прям, ну такая, никогда нового не будет, короче, как в калейдоскопе. Вот помните трубочку крутили в детстве? А оно все открывается, открывается. Всегда новое. Иногда прямо так крутанешь, помню, в детстве, я застыну и смотрю, думаю, ну такая красивая. Как бы это все оставить, это чуть раз, тряханул, а другой уже. Вот тоже ничего вроде бы. Этот калейдоскоп, помните? Вот так же точно должна у нас быть в голове Слово Божие. Так же калейдоскоп. Вот чего я хочу добиться от детей? Вот от наших детей, ни от одного этого я не смог добиться. Времени не хватило, может быть еще что-нибудь. Хотел добиться, чтобы они любили Слово Божие. И кто-то мне сказал, я читаю Библию. Ну какую-нибудь книгу прочитал. Что ты добить свое имя хочешь? Как Путин сказал Байдену, говорит, ну что, говорит, вы все подавить, говорит, все подавить кого-то. А есть удушающая любовь, есть любовь подавляющая. Ты хочешь добить, добить, добить. Добиться. Добиться, да, добиться. Я же не хочу добиться веры их, а хочу добиться, чтобы они читали Библию. Это можно сделать, чтобы прочитали. Вот они же любят кто-то, детективы, там, любовные романы. Я сто процентов говорю, что любят. Они, у нас Енафа все время что-то слушает. Я говорю, что ты слушаешь? А? Да так-то, музыку и так далее. Какую ты музыку слушаешь? Дай послушать. Ну, подрекась. Не дает. Так, ну вот, то есть получается 3000, ну вот и все. Все. Господу славу в веки веков, аминь. Аминь. Тем более у Лены села батарейки. Есть такая песня, кстати, у любви села батарейки. Да, да, у любви нашей села. Да. А ничего добивать ее. Да, все, я понял тебя. Очень к детям это не относится, да? Ну ладно. Смотри, тебе ты знать, ты думаешь так. А я думаю, Библия по-другому говорит. Зачем розги? Дождаться нам. Ничего не дождешься, бесполезно. Но добиваться точно не дождешь. Своей жизни. Да, ну смотри, это твое дело. Почитай на досуге, Сираха. Да я же так же все делаю, как ты. Добиваю, добиваю. Ну и молодец правильно делаешь, совершенно верно. А по-другому никак. Потом, зато, когда будешь умирать, ты. Я сделала все, чтобы пока. Готово, все. Ну и что? Взятки гладкие с тебя. Руки умыла. Достойно есть я, Кова истину, блажите Тя, Богородицу. Присно блаженную и кренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин. И славнейшую без сравнения Серафим. Безысления Бога, Слова ручую. Сущую, Богородицу Тя величая. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты нас собрал у ног Твоих. Благодарим, что ту любовь, которую мы в себе сохранили, Ты помогаешь нам сохранять и дальше. Господи, детей наших наставь на путь истинный. Отврати от грехов, от всякого нечестия, которое не славит Тебя. Господи, призри на них своим милостивым оком. Не дай им отпасть. Не дай им стать хурителями Тебя, Господи Божий наш. Дай им веру, дай им ревность и нам всем дай ревность по Тебе. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. В длине и пресне, в веки веков. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.